Дмитрий Александрович Каданёв Частного охранного предприятия «Конфидент» Здравствуйте Михаил Сергеевич Канев Начальник отдела обслуживания охранно-пожарной сигнализации Охранного предприятия «Конфидент» Добрый день И Максим Леонидович Поташ Заместитель директора по работе с личным составом Частного охранного предприятия «Конфидент» Здравствуйте Дорогие телезрители, телефон прямого эфира 5167-667 Звоните и пишите в нашу народную студию Моя коллега Евгения Новоселова Обязательно озвучит ваши мнения и вопросы Женя, добрый день Всем доброго дня Широко известна фраза «Мой дом, моя крепость» Вот хотелось бы у вас, наши дорогие телезрители Узнать, как вы защищаете свое жилье От посягательств чужих Может быть, доверяетесь любознательным бабушкам С соседкам, которые, если увидят чужака На пороге квартиры, обязательно вас проинформируют Может быть, собаку вызовели для этих целей Может быть, полагаетесь на русской авось А может быть, напротив, доверяетесь только профессионалам В общем, ждем ваших вопросов и ваших мнений Звоните в студию и пишите, конечно, в интернете Нас найти легко Спасибо большое, Женя Думаю, скоро услышимся и увидимся Дорогие гости Ну вот, буквально вот-вот май сейчас начнется Дачный сезон Все рванут на свои любимые фазенды Дом без присмотра Да и отпуск Сейчас отпускной сезон начинается Тоже, опять-таки, квартира остается без присмотра Кто-то доверяет соседям Ну вот есть же, наверное Не наверное, а есть Более эффективный и наиболее эффективным Какой способ будет являться? Наверное, я отвечу на этот вопрос Сейчас хорошо было сказано про профессионалов Сегодня мы подходим к этому профессионально Частные структуры, охрана Частные охранные структуры Это их вид деятельности Да, мы зарабатываем на этом деньги Но мы и исполняем свои обязанности Как положено За эти, значит, вознаграждения И сегодня, предположим У нас предприятие находится под охраной Порядка где-то 500-600 квартир И люди пользуются данными видами услуг В том числе И как вот сегодня говорилось Что когда люди уезжают в отпуск Мы стараемся предоставить на время отпуска Такие же услуги И при том, что людям вложиться Приходится только один раз Мы устанавливаем дополнительное оборудование Так скажем, на время отъезда заказчика Человек уезжает спокойно Он нас дает под охрану И мы полностью контролируем все, что творится За данный период Но все-таки есть все равно такой стереотип Существует, он долгие годы существует Еще с советских времен Что доверять можно только государственным структурам Якобы, там, я не знаю Материальная база какая-нибудь меньше Может, людской состав Вы знаете Наверное, раньше это было так Но сегодня уже, можно сказать, прошло десятилетие С того момента, когда частные охранные предприятия Стали этим заниматься И, естественно, у нас накоплен огромнейший опыт Работы за это десятилетие И что-то мы, конечно, перебрали и от наших старших собратьев Это милиция, как сегодня полиция И старались не делать тех ошибок Которые, может быть, допускали с ними Учились на чужих ошибках Учились, да Хотя и мы, так скажем И у нас были ошибки И мы проходили через это Поэтому Я так думаю Сегодня опыт на работу очень большой Уже на протяжении 16 лет Поэтому есть и ошибки Ну и Благодаря этому опыту Мы сегодня Выполняем задачи Очень качественно Это и подбор Персонала, личного состава Очень любопытно Как это делается Потому что Ну, не знаю Наверняка у большинства людей Тоже еще один стереотип существует По поводу охраны А болтусы какие-нибудь Которые не получили Не получилось у них нормальную работу Или люди пенсионного возраста Которым опять-таки тоже Давайте Или опровергнем Ну, делается так же Как и везде Работа с кадрами Да То есть это сначала Собеседование Проверяется наличие Квалификации Квалификации у сотрудника Это наличие Частного Удостоверения Частного охранника Которое Выдается Опять же Органами внутренних дел Которые у нас и Курируют Вот Ну и Для выявления Морально-психологических Качеств Человек у нас Наверное Ну, от недели до месяца Работает Что мы поняли Тот ли человек Который пришел Работать Выполнять задачи Связанные с предотвращением И у вас существует Конечно Да Но лишние у нас Не задерживаются Стараемся Более как-то Плодотворно Подходить К кадровому вопросу Потому что Понимаем Что сегодня Если у нас возлагает Соответственность За сохранность Имущества Те люди Которые будут Непосредственно Выполнять задачи Оперативного характера То и от этого Зависит наша работа И отношения С клиентами Дорогие телезрители Я напомню вам Что есть возможность У вас дозвониться В прямой эфир Телефон Прямой эфир 516767 Ну вот Вы каким способом Доверяете Возможно Вы только Охране Доверяете Устанавливаете Сигнализацию У вас она есть И вы проверили Как это эффективно Может вы доверяете Соседям Или своей собаке Она безусловно Вам помогает Вне зависимости От ее размеров Мы ждем Ваших звонков И у нас есть уже Вопрос в народной студии Послушаем Женю Женя Вариантов защиты Своего жилья На самом деле Много предлагают И собак Опять же О которых ты сказала Кто-то предлагает Просто повесить Икону над дверью И ничего не случится Ну к сожалению Бывали случаи Что и такие вещи Не помогали Вот Анна интересуется А как вы организовываете Временное видеонаблюдение Я собираюсь на 3 месяца За границу Как вы меня будете Информировать Или я сама смогу Следить по интернету По-моему Интересный вопрос Спасибо большое На самом деле Интересный вопрос Я отвечу на этот вопрос Но сегодня Временное видеонаблюдение К сожалению Мы не ставим Потому что Это очень дорогостоящая Вещь И не каждый Захочет платить Разово Значит За такие виды услуг Да и нам Это на самом деле Не очень-то выгодно Вот Но Люди ставят Люди ставят Для себя И с возможностью Осмотреть Как через мобильный телефон Будучи за границей Будучи за границей Есть Wi-Fi Пожалуйста Компьютер подключили Телефон подключили Все Смотрите Что у вас делается Вы можете посмотреть Любой промежуток Какой вас интересует Сегодня Это уже работает Давно И у нас пользуются Как правило Это Хозяева коммерческих магазинов Им это интересно Они часто уезжают В поездки По своим рабочим делам Поэтому они контролируют Ситуацию полностью Кроме этого Это все пишется Естественно И на жесткий диск Там Предположим Видеорегистратора И потом Это можно все просмотреть В последующем времени У нас есть уже Телефонные звонки Примем Здравствуйте Здравствуйте Скажите пожалуйста Ваша деятельность Лицензируется Управлением внутренних дел Но управление внутренних дел В последнее время Настолько себя показало Мерзко Что вызывает сомнения Это лицензия И правильность Ваших действий Спасибо Спасибо большое Вот такое мнение Ну в принципе Как бы Я думаю Те годы работы Пока Это самый главный показатель Да Да Конечно Ну вопрос Очень грамотно задан Потому что сегодня И система Вообще Органов внутренних дел Претерпела Столько изменений Произошла реструктуризация Поверьте Ни на сколько Не ослабевает Курирование Частных охранных структур А даже усиливается И вот мы сегодня Еще буквально Наверное Три недели спустя Получаем новые И новые рекомендации И приказы Все это говорит о том Что контроль За частными охранными Предприятиями Усиливается И усиливается И Мы все прекрасно понимаем Что частные охранные Предприятия Это и Оружие Существует Федеральный закон Об оружии Соответственно И С государственной стороны Курирование Людей Которые выполняют Задачи С огнестрельным оружием Будут курироваться И сам Строгим образом Отслеживаться Поэтому я считаю Что Только Ну можно сказать Не усложняют нам задачи Но как бы Не дают расслабиться А мы в свою очередь Поддерживают качество На высоком уровне В свою очередь Стараемся Чтобы наш уровень Был на высоте На должном уровне Еще один телефонный звонок Примем Здравствуйте Мы вас слушаем Здравствуйте Я бы хотел узнать Цены Вообще Установки квартиры Дачи И Оплаты Месячной Какая это будет Спасибо большое И дачи тоже можно Давайте я тогда Расскажу Немножко Дачи тоже можно Конечно Это близ Лежащие районы Города Сыктывкара Сегодня там Дырность У нас уже В принципе Обслуживается Только Еще раз повторюсь То что касается Ближе к городу Сыктывкар Ценовая политика Какие-то пределы Пределы от 600 рублей До по-моему 1200 рублей У нас полная Материальная ответственность Ведется Вот поэтому А за установку За установку Ну давайте так говорить У каждого заказчика У него свои требования Кто-то хочет Чтобы у него Только дверь Под охрану Вставала И там Объемный извещатель В коридоре Я понимаю Что верхнего Как раз таки Верхней границы Наверное нет Кто-то да Кто-то хочет Чтобы у него Ну все Каждое окно Там чтобы я не знаю Мышка не пробежала Пожалуйста Это Поэтому это Другая ценовая политика Но в среднем Квартира Установка Квартиру под охрану Ставит Где-то 1015-17 Таким образом Это разовое вложение А потом уже Абонентская плата Еще Телефонный звонок Очень активный У нас телезрители Здравствуйте Здравствуйте Алло Здравствуйте Здравствуйте Слушаем вас Хотел бы спросить Сколько времени За сколько времени Приезжает Мобильная группа Где Сработал Сигнал тревога Спасибо большое Очень любопытно И практически Вот сорвали у меня Вопрос Сколько Есть же какие-то параметры Есть параметры И они сегодня у нас Так скажем Отличаются Дневное время От ночного времени Да Сами понимаете Что сегодня Загрузка автотранспорта В днем очень большая Поэтому время доезда В среднем 7-10 минут А в ночное время Это до 3-5 минут В зависимости от района Города Сыктывкара В городе располагается Нескомобильных групп В зависимости от того В каком оперативном квадрате Произошла тревога Выезжает Близлижайший экипаж Для удобства Да Конечно Все действия Курируют Оперативный дежурный Нашей организации Который Профессионально Подходит к этому делу И соответственно Оперативное прибытие На объект Это немаловажная деталь Еще один вопрос У нас есть Но уже в народной студии Женя Все верно Есть вопросов Их немало Но стараюсь выбирать Самые интересные О том о чем еще не говорили Мы Спрашивает Алексей Вы открыли филиал В городе Емва Какие у вас дальше Планы развития этого филиала И еще один вопрос Озвучу А если ложный вызов На кошку например Сработал Мы будем платить отдельно За это интересуется Иван Спасибо большое Сразу два вопроса Два вопроса Да В Емву мы недавно зашли И стараемся сегодня Там наладить Четкую отлаженную работу Чтобы не ударить в грязь И я думаю Что у нас получается Сегодня это И в дальнейшем Развитие там будет Только Так скажем Мы будем наращивать Свои силы И интерес у нас К этому району Очень большой По поводу кошки По поводу кошки Собаки Хомячков Первый раз Охранное предприятие Всегда предупреждает Если Заказчик Проигнорировал Раз Второй раз Ну тогда у нас уже Предусмотрены Штрафные санкции То есть вы как Делаете замечание Что ваша кошка Стоя неправильно ведет Ну нет Почему Вместо с замечаниями Мы еще и рекомендуем Поставить адаптационные датчики Ведь есть такие датчики Которые не реагируют На перемещение животных Соответственно После предупреждения Рекомендация Если заказчик не хочет Или не может Ну и Возможно еще выйдет Инженер проинструктирует А в дальнейшем Уже конечно же Приходится Прибегать к штрафным санкциям Ну они не настолько велики Чтобы Их бояться Кошки получится отработать Есть у нас телефонный звонок Еще Здравствуйте Здравствуйте Вы в эфире Алло Здравствуйте Слушаем вас Я бы хотела Выразить Слова благодарности Мы с конфидентом Работаем Квартира Мы с конфидентом Работаем уже На протяжении 6 лет Так что Сталкивались По разным ситуациям И Действительно Ребята работают Великолепно Вот тут Говорилось о том Какие они воспитаны Тактичны Претензий никаких Очень тактичны Чувствуется подготовка Бывали такие Оплошности Где-то Забыли закрыть Форточку По результате Сигнал сработал Да Предупреждают Ну раз Два Потом ты уже Сам знаешь Как правильно Иногда Там не ту кнопочку Нажал Но это все В стадии Пока вы Как бы Осваиваете Всю технологию А потом Вот уже Таких Ошибок Не бывало Но у меня Была одна Ситуация Когда мне Какой-то Пинчуге Двое Просто в двери Ломились вечером И когда я была одна Конечно Ощущения не из приятных Тарабанят Стучат Гремят Посмотрю Глазок Темно Ничего не видно Ребята приехали В течение Трех минут И конфликт был решен И проблем нет Так что я хочу Сказать этой компании Большое спасибо Шесть лет Уже срок достаточный Чтобы оценить Их работу Я думаю Очень надежная компания Спасибо большое Не кладите трубку У меня к вам Еще один вопрос А вот шесть лет назад Когда вы решили Установить себе сигнализацию Вот что вас подвигло Такому решению Это просто Это был новый дом Новый дом Заселялись очень быстро Подъезд еще был Не заселен Практически Я была первой В этом подъезде Даже подняться По лестнице Когда там работают Бог весь Кто знает Вот И с точки зрения охраны Была элементарная Кнопка спасения Чтобы подняться Не было проблем Чтобы никто У тебя не напал Вот это было первое начало Установили и квартиры Как бы Ну наверное время Это время такое Которое заставляет Ну пользоваться Уже новыми технологиями Поэтому это сначала Некая безопасность А потом это действительно Надежно Спасибо большое На самом деле Спасибо вам большое За звонок Я думаю Очень приятно Такие слова слышать Спасибо На самом деле Очень хорошо Предупредить Эту неприятности До того Чем когда уже случилось И вот В последующем Установить Мне подсказывает режиссер Что есть у нас Еще один звонок Здравствуйте Мы вас слушаем Алло Здравствуйте Здравствуйте Слушаем Меня зовут Ольга Я бы хотела задать Такой вопрос Несет ли охранное предприятие Ответственность Если в квартиру Все равно кто-то проник Несмотря на установленную Сигнализацию в квартире Спасибо большое Материальная ответственность Да конечно Материальная ответственность Предусмотрена На случай Если кража Правонарушения Преступления Произошло По вине охранного предприятия Это все указывается В договоре Отображено Отдельным пунктом И естественно Если Еще раз повторюсь Проникновение Кража И преступление Протошло По нашей вине Значит Страховая компания Выплачивает Ущерб Естественно Перед этим Должны быть Соблюдены Определенные Методы Для того Чтобы это доказать Да и так далее Но как правило Значит Мы стараемся Чтобы Этого не происходило И за Вот уже Как приятно Телезрители говорят На протяжении Уже многих лет Мы работаем Очень показательно И слава богу Что Благодаря тому Что уже В принципе Система отточена И работает Таких Преступлений Не происходит Есть еще один вопрос Народной студии Предоставим Жене Такую возможность Озвучить этот вопрос Женя Слушаем Вопрос От Кристины Такой несколько романтический А сотрудники Этого агентства Готовы на героические Поступки Ради своих клиентов Спасали они кого-то Или может большой грабеж Предупредили Интересует Спасибо Да конечно На героические поступки Готовы И Естественно У нас очень много случаев Практически Каждый месяц Происходит Порядка 25 Фактов задержания За правонарушение Преступления И Самое значимое Из них Помещается На нашем сайте Вы можете Его посмотреть Значит У нас есть свой сайт Где Есть раздел Новостей Там все новости Печатаются Помещаются Но На героический поступок Ну как вы задаете вопрос Ну например Можно привести пример Когда Мы Выезжали на Срабатывание Пожарной сигнализации В Ижинском районе Города Световкара И Сотрудники Осмотрели объект Видимых Признаков Сгорания Не было Но было принято Решение Все-таки Поднять Представителя Собственника Когда Представитель Собственника Приехал И начали Осматривать Внутреннее Помещение Было установлено Что идет Задымление В складе Задымление Было такой силы Когда открыли Дверь Едкий дым Повалил наружу Было невозможно Даже находиться В помещении Но сотрудники Не зря Бдительность Проявили Да Но в принципе У нас и по инструкции Предусмотрено Что уезжать Покидать объект Нельзя До установления Причин Срабатывания Пожарной Синализации Ну и здесь В принципе Все мы по инструкции Отработали И подняли Хозоргана Вот когда Как я говорил Открыли дверь Повалил едкий дым Сотрудники Приняли решение Локализовать Очаг Своими силами Почему? Потому что На все уходит время Пока Приедет пожарная команда Хотя приедет Очень быстро Несомненно Но решили Сами То есть вы потушили пожар? Да Они приняли решение Значит Был едкий дым Обматывались Подручными средствами Значит Брали воду Из санузла И сами Тушили Локализовали Очаг возгорания Вот Переотвратили Материальный ущерб Замечательный случай Еще один вопрос Из народной студии Может быть Не менее романтический Слушаем Женя Нет Тут уже такой Конкретный Материальный вопрос Кого вы берете на работу Каковы основные требования Интересуется Александр Нечаев Из Сыктывкары Он причем уточняет Что он Бывший военнослужащий Я так думаю Вопрос С прицелом на трудоустройство Да При трудоустройстве Естественно Учитывается Значит Стаж работы В силовых структурах Несомненно Возраст Тоже Физподготовка Тоже Но самый основной аспект Это естественно Как я уже говорил Наличие удостоверения Частного охранника Потому что Без удостоверения Без квалификации Без школы безопасности Мы не можем дать возможность Человеку выполнять задачи Связанные с охраной имущества То есть человек должен Пройти Вернее Определенную Подготовку В связи с этим Критерий По которому Мы отбираем Как я уже сказал Это квалификация Желание работать А возрастная акция Какая-то Физическая граница Вы сами знаете Что бывает Человек и в 40 лет Он физически развит И может фору дать Еще молодому Поэтому предметно Мы подходим К человеку Который поступает Нормативы какие-то Выполняют Скажем Нормативы Естественно Мы не можем Применять нормативы По физподготовке Но все равно Учитываются его физические данные И желание работать Стержень внутренний Потому что Люди сталкиваются С правонарушениями С преступлениями На улице И необходимо Иногда Применять Очень экстренные Какие-то меры Это и психологическое Общение с правонарушителем А где-то и задержание И применение физической силы В соответствии С законом Соответственно Все-таки Один из самых Немаловажных аспектов Это та самая техника Которая работает Помогает вам Работать Реагировать Вот Замечательный стенд Мы сегодня Принесли в студию Давайте расскажем Давайте я по стенду Вам я расскажу Ну Работа Осуществляется Охранно-пожарная Тревожная сигнализация С выводом На пациент Конфидента Работаем мы По двум рубежам Первый рубеж Это охрана Это периметр В периметр Входят Это датчики Открытия Разбития И проникновения Второй рубеж Охранный Это датчики Движения Которые непосредственно Внутри находятся И стоят И если Допустим Что идеально Тревожными По радиоканалу По радиоканалу По GSM Через SMS И По локальной сети Можно его сделать Что это значит То есть Передается Как вам Каким образом Вам или что Да К нам передается То есть Можно передавать По радиоканалу Ну это самое основное То есть мы Акцентируем на этом Внимание Потому что Это самое У нас она единственная Как бы в городе Своя чистота И мы работаем Именно по ней В блоке В этом установлен Резервный источник питания То есть При выключении света Он переходит На резервный источник питания У нас это показывает И мы можем сразу Звоним клиенту Клиент выезжает Там Ну и устраняем Эту неисправность Грубо говоря То есть Либо доставляем Аккумулятор Большей емкости Чтобы То есть Если говорить Например Об обычной квартире Да Вот что Из вот этих всех Коробочек И датчиков Может там Находиться Можно я добавлю В первую очередь Конечно надо обратить внимание Есть ли животные Если животные есть То естественно Подбирается объемный извещатель Уже исходя из Так скажем Веса животного Чтобы Если там такая Собачина Тогда уже все Максимально По-моему Есть до До 25 килограмм Вот Поэтому Если большая собака То мы ее советуем Просто либо Оставлять в каком-то Помещение В котором Нет охраны Кладовка Там Или ванна Где нет Объемных извещателей Либо комната Там где находится Собака Ну а иначе Никак А вот система Оповещения Для чего Это вот когда пожарная Собака Пожарная Пожарная Либо когда Закрывают На охрану Ставят На охрану То есть Проходит звук Какой-то определенный Ну и показывает То что объект На охрану Ставал Ну вот как Одна из телезрительниц Наших сказала Вот когда дозвонилась Которая благодарности Вам Время у нас нынче Такое Не очень спокойное Да и вот Человек все-таки Принял решение Для себя Внутреннее Ставлю Что нужно сделать Ну насколько это Долгосрочно Мает нам Все это делать Нет мы делаем Это все быстро Потому что мы Сегодня заинтересованы В наших клиентах Да и увеличение Клиентуры Поэтому Звонок По телефону 21 45 43 Девушка Принимает заявку И На следующий день К вам выезжают Специалисты Для осмотра Помещения А по телефону Проконсультироваться Например сколько Будет стоить Конкретно для моей Квартиры Нет Ну можно Да Но мы можем Дать примерные Суммы Почему Потому что Очень много Зависит от характера Помещения Потому что Это может быть Квартира На первом этаже Где проникновение Более доступно Так скажем На данное помещение А если это Третий этаж Или середина дома Ну естественно Здесь намного проще Поэтому Поэтому От характера Помещения Мы подходим К сметной стоимости Ну все-таки Вот позвонили Заявку Вы приезжаете Сколько устанавливается Оборудование Смотря какое помещение Опять же Если это большое помещение Бывает долгое Если это квартира Бывает за сутки Делать Ну за сутки 12 часов Рабочий день Ну вот как При установке интернета Нужно понять Проложен ли кабель Предположим Да Оптоволокно У вас какие-то такие есть Ограничения Нет У нас ограничений нет Мы сегодня не зависим От каких-то коммуникаций Которые Ну городских Так скажем Коммуникаций От телефонии Там еще От слаботочки Определенной Еще раз я повторю Тут Миша говорил Что основной Основная передача Сигнала тревоги Это радиоканал И дополнительный Это ДжПРС Значит СМС Ну все-таки Если среагировал Сигнал Да Вот группа выехала Насколько вот Широки возможности Этой группы Вот Обнаружили там Преступника Что вы с ним Можете сделать Ну По каждому случаю Разработаны Методические указания То есть Все нюансы Проработаны заранее Все нюансы Проработаны заранее Определены приказами В соответствии Опираясь еще Немножечко на Департамент Государственной защиты Имущества Да Который курирует Деятельность Подразделений Внественной охраны Ну Естественно Опирается еще на то Что у нас Курирует федеральный закон Часто-надъективная Охрана деятельности Где Наши рамки Конечно же Заужены на сегодняшний день Но И в соответствии с этим Определены наши Методические указания Значит При возникновении Внештатной ситуации Это проникновение Да Вот как вы сказали На объект Мы блокируем объект И задерживаем преступника Если это квартира Можете заломать его На полу держать На пороге Можем Внутри Нет Но мы блокируем объект До приезда полиции До приезда полиции И собственника Мы блокируем объект Ведется визуальное наблюдение На улице Ведется наблюдение В подъезде Чердачных помещений Это все оговорено Соответственно Преступнику Уже выйти некуда А на каждый объект У нас предметно Разработана схема С указанием Окон Дверей Запасных входов Схемы обновляются Если Проходят какие-то Архитектурные изменения Да И пожалуйста Наши сотрудники Знают куда Вставать Где Значит Преотвратить Объект Предмет на каждый объект Выезжает уже Группа Знает Что Где может произойти Где может убежать Преступник Где его ловить Я может даже добавлю Сегодня Буквально в двух словах Да Сегодня У наших охранников Есть методические Книжечки У него Они именные У каждого Своя И Каждый знает Что делать В любой ситуации Он их должен Знать Со своими Непосредственными Обязанностями Поэтому Сегодня Мы узнали Как оградить Свои квадратные метры От нежелательного Проникновения Посторонних На наши вопросы Отвечали Я напомню Дмитрий Александрович Каданев Заместитель директора Частного охранного Предприятия Конфидент Спасибо большое Михаил Сергеевич Канев Начальник отдела Обслуживания Охранно-пожарной Сигнализации Охранного предприятия Конфидент Вам спасибо большое За интересную инструкцию И Максим Леонидович Каташ Заместитель директора По работе с личным составом Частного охранного Предприятия Конфидент Вам спасибо большое Всего доброго Успешных вам Задержаний Охраны Всего самого хорошего Всего доброго Спасибо До свидания Всего хорошего Увидимся завтра В полдень Психолог Надежда Козлова Расскажет Как настроиться На здоровое питание Телефон редакции 725-400